МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! В эфире чат-шоу «Младен Стар». И сегодня в центре внимания наша гостья. Яркая телеведущая с открытой очаровательной улыбкой, которая умеет не просто готовить еду, а удивлять особыми явствами. Профи среди рестораторов и самая добрая судья кулинарного шоу «Мастер-шеф» на телеканале СТБ. Встречайте! Татьяна Литвинова! АПЛОДИСМЕНТЫ В нашем шоу Татьяне Литвиновой предстоит ответить на самые разные вопросы наших юных акул-пера. В первом раунде прозвучат вопросы о семье, детстве и школьной жизни нашей гости. Во втором Татьяне Литвиновой нужно будет ответить на вопросы, связанные с ее профессиональной деятельностью. В третьем раунде героиню чат-шоу ожидает блиц-опрос, где нужно отвечать на вопросы только «да» или «нет». В финале программы Татьяна Литвинова определит лучшего журналиста чат-шоу «Младен Стар» и отмечет его кубком победителя! Есть ли у вас игрушка с детства, которая осталась на сегодняшний день? И о каких игрушках вы мечтали? Была у меня такая история, которая была такой трогательной. Мы поехали с сыном, ему было 9 лет, в Диснейленд впервые, в Париж. Я, когда села на карусель, обычную вот эту карусель для малышей, я расплакалась. Это было так мило. Мой ребенок говорит, мама, почему ты плачешь? Я говорю, Вова, я не могу тебе даже сейчас объяснить, почему. Ну, потому что глобально вот не было в детстве этих игрушек, да, в таком количестве, такого изобилия. Нас не баловали так. Для того, чтобы купить куклу эту немецкую, такие пупсы были, это было такое богатство, как сейчас 10-й айфон. Мы игрались цветами, мы игрались, строили какие-то халабуды во дворе. То есть мы много времени проводили на улице, мы редко смотрели телевизор, у нас не было никаких планшетов, компьютеров. Это было совершенно другое детство, это было детство скаутов, детство детей, которые разглядывали пауков, мух. Вот мы игрались, у нас такое погружение в натуру было полное. Конечно, у меня были какие-то куклы там и так далее, ну, какие-то посудки, там я любила что-то варить все время, у меня такая посудка была немецкая. Вот, были у меня игрушки, но как-то ничего не осталось. Представьте ситуацию, в пятом классе вы познакомились с человеком, который стал вам истинным другом. Вы познакомили его с вашими друзьями-одноклассниками, и они настолько с ним сдружились, что перестали замечать вас. Что вы сделаете, чтобы вернуть к себе внимание обратно? Это полезная история, понаблюдать и за теми, и за другими, и чуть-чуть больше о них узнать. Потому что, как правило, люди ведут себя более-менее стандартно ко всем незнакомым людям. И точно так же ты можешь определить какие-то качества, где нужно вести себя с опаской, где нужно быть осторожным. Чуть-чуть хитрее, возможно, чуть-чуть недоговаривая, помолчать. Это и есть мудрость. Как вы дрожнили в школе и как вы на это реагировали? Я была практически на голову выше остальных детей. Меня называли жирафом, шпалой, рельсой. Ну, в общем, жуткими какими-то сравнениями. Потому что я была высокой, я была худющей, я была такой спортивной. Мне хотелось где-то спрятаться за кого-то, быть меньше, быть ниже, быть тише. Это, ну, и сформировало какие-то... Без комплексов людей не бывает. Вот так по-чесноку вам скажу, как есть. У всех что-то где-то спрятано, какой-то скелет в шкафу. Вот этот мой скелет, он, в принципе, и сформировал во мне желание быть смелой и открытой. Я нашла себя на волейболе. Я пришла в группу людей, где все девчонки были такими же, как я, высокими. Я нашла единомышленников, я нашла людей, с которыми мне было комфортно, которые не воспринимали меня как-то иначе. То есть я от них не отличалась. И для меня волейбольная среда, она была таким подспорьем, где я чувствовала себя комфортно. Представьте, что вам подарили волшебный стульчик, с помощью которого можно перемещаться в любую точку мира. Скажите, куда бы вы переместились и почему? В будущее. Я бы переместилась в будущее. Посмотреть, как изменится наш мир, что будет нового. Или в прошлое. Или пообщалась бы со своими предками, со своими прабабушками, со своими прадедушками. Кем они были, потому что утрачено много информации. Наверное, либо прошлое, либо будущее. Решу по ходу. Расскажите случаи, когда победа вашей волейбольной команды помогла получить пятерку в школе. Такого не было. У нас не пересекались интересы. Это была спортивная школа Олимпийского резерва, ДЮСШ-2. То есть она была только про спорт. А средняя образовательная школа, она совершенно была другой. И наоборот, когда мы уезжали на соревнования, я немножко отставала, потому что неделю, а то и две пропускала. Приходилось догонять. И пятерок в этом случае не было. Были другие оценки. На втором курсе вы вырешили себя веселой студенческой жизни и перешли на заочное обучение. Что вас на это подтолкнуло? Там причина следственной связи сработали. Ну, все было дело в ботфордах. Я так хотела ботфорды купить себе новые. Пришла к папе с мамой, говорю, хочу ботфорды, короткие жьюбки, лосины, были модны вот эти кольца, как сейчас, какие-то салатовые и малиновые шнурки. Ну, в общем, мода возвращается. У нас тоже это все. Мы в это проходили. И родители разводят руками, но нет у нас денег купить эти ботфорды и так далее. Ну что, какой вывод? Если ты не можешь взять в привычном месте, ищи другие варианты. Я пошла работать. То есть в институте мне было скучно, по сути. Я там скучала, понимала, что я просто просиживаю штаны, что я потяну и то, и другое. Да, как вот я потянула физико-математический класс в школе и волейбол. И точно так же я совмещала учебу в институте. Я успевала, меня отпускали с работы, и уже начала зарабатывать деньги. У меня уже были в 18 лет мои личные деньги, мои сбережения. Я могла что-то позволить даже родителям принести в дом, что-то купить. Потому что мозг ребенка, мозг подростка, он быстрее приспосабливается. И вот так вот это случилось. Оно не произошло не специально, меня к этому никто не подталкивал. А сама жизнь, я вот так приняла такое решение и решила, что оно будет так. И все на пользу на самом деле. Я была более самостоятельной, чем мои сверстники, мои подруги. Ну, на порядок, можно даже сказать. Если бы девчонки Тани из лихих 90-х сказали, что в будущем она будет кулинаром и телеведущей, что бы она ответила? Я бы, наверное, потерялась. Куда мне идти? Или кулинарию развивать, или актерское мастерство, там, телеведущая учиться. Лучше, чтобы я не знала о своем будущем. Тогда как-то вот куда идет жизнь, куда ведет тебя, туда и идешь, и копаешь, развиваешь. Нужно заниматься тем, что нравится. Вот глобально, опять же, да, очень важно прожить эту жизнь в интересном. Тогда ты успешен и счастлив, и вокруг тебя все складывается. С тобой интересно, у тебя друзей много, семья счастливая, потому что ты реализован. За время, что вы прожили, вы очень многого достигли. К примеру, в спорте, в рукоделии, в бизнесе, в моделинге. Скажите, пожалуйста, какие еще высоты вы хотите покорить? Возможно, я бы снялась в кино, сыграла бы какую-то роль. У нас были игровые моменты, особенно на детском мастер-шефе. Мы очень много привносили каких-то элементов таких игровых, чтобы детям было интересно, создавали атмосферу некоторую. Вот это играла одесскую тетку с коммунальной квартиры, с тазом, с бельем. Потом были моменты, когда я сыграла Харли Квинн. Это вообще вау, такой прорыв был, никто не узнал, кто это, что это за девочка тут скачет. И это интересно, это интересно перевоплощаться. Мы все чуть-чуть актеры. Я очень хочу иметь свой собственный проект кулинарный. Я об этом мечтаю уже много лет. Это такой следующий этап эволюции, я надеюсь. Есть множество примеров, когда харизматичные повара чему-то в игровой форме интересное, активное учат и дают какие-то советы. Посмотрим. Это вот следующая вершина, я надеюсь. Вы добрая женщина. И наверняка прощали людей. А вот за что бы не смогли простить человека? Я уверена, что все бы смогла простить. Потому что очень часто бывает, что твои враги, те люди, которые тебя подставили, предали, оскорбили, обидели или еще что-то сделали, сиюминутно тебе кажется, что это все, крах. Потом проходит время, и ты понимаешь, ага, благодаря этой ситуации я научилась вот этому, вот этому и вот этому, и ты благодаришь. Отстраняясь от своей жизни и смотря на нее с другой стороны, вот под углом, да, как на постороннего человека, я учусь. Я каждый день учусь. И буквально вчера у нас был финал «Мастер-шеф». Мы уже знаем победителя. Очень было много притираний в начале, когда я только пришла. Очень много было сложных ситуаций. Физически люди выматываются, это нервная обстановка, это сложно. И когда заканчивается проект, ты выдохся, ну, тебя просто нет. То есть вот эти все сложные ситуации, они меня закалили, они сделали меня более сильной, более выносливой. И глобально я им всем благодарна. Если бы вам выпала возможность написать лист в моем будущем, что бы вы себе порадили? Не дрейфь. Иди вперед, ничего не бойся. Все будет так, как нужно. Вот эта вера в то, что все сложится наилучшим образом, она меня поддержала. Потому что я трусливый заяц такой был вообще. Мне так было страшно всегда что-то новое начинать. Но вот это моя отвага. Идем, вижу цель, не вижу препятствий. Все равно, как будет, так будет. Она мне, конечно, помогала, поэтому и достигла многого. Уявить, у вас есть четыре каструли с разными ингредиентами, которые очищены и нарисаны кубиками без сердцевины. У первой яблука, у второго огирки, у третьей кабачки, а у четвертой баклажани. Скажите, что вам хватало, чтобы выяснить, что находится в певной каструле? Погляд, дотик, аромат или, может, смак? Вы бы хотели попросить помощи у ваших коллег-экстрасенсов, чтобы они раскрыли тайну пожара в вашем ресторане? Все, что касается узнать о том, чего я не знаю, да слава богу, что я чего-то не знаю. Потому что, когда ты знаешь что-то, что тебе не нужно, оно может помешать и повлиять на твою цель. То, в принципе, в какую сторону ты смотришь, куда ты двигаешься. Не всегда нужно стремиться узнать что-то, что от тебя скрыто. Вот так вот отвечу. Наверное, не попросила бы у них никогда помощи. Спасибо. Я верю, что за каждым большим падением стоит еще большее свершение. Чувствовали ли вы приближение этого свершения, когда сгорел ваш ресторан, и вы потеряли многое? Когда, видите, даже тяжело еще до сих пор говорить, потому что это испытание. Ресторан сгорел, такова судьба была фактически. И меня ждало телевидение. Это очень интересный мир, где я развивалась, по сей день развиваюсь. Есть куда дальше расти и развиваться. Постоянно подпихивают тебя, да, вот сзади, давай-давай-давай. Там такой темп сумасшедший. То, что произошло вчера, все забыли, перечеркнули. Сегодня новый день, новые возможности. Все может быть кардинально по-другому. Как вам удалось приблизить светлую полосу жизни? Знаешь, все, что у нас есть, мы либо заслужили, либо не заслужили. Каждый день, каждая мысль, каждый твой поступок, он формирует будущее. И если глобально что-то в твоей жизни появляется, это все результат твоей работы, того, чего ты сделал. Поэтому принимаем, улыбаемся, машем, разгребаем или наоборот, наслаждаемся. Все как-то само собой. Ничего для этого специально я не делаю. Вы предпочитаете покупать продукты на свой стол в магазине, на рынке или заказывать из-за границы? Я обожаю ходить на рынок. Это вообще, меня хлебом не корми, дай выпусти меня с корзинкой на базар. Я там со всеми бабушками переобщаюсь, все перетрогаю, все перенюхаю. Обожаю сезонные продукты, обожаю, я очень хорошо в них разбираюсь. Я с ними разговариваю вот так вот на «ты», я вижу, какое яблочко куда мне подойдет. Вот даже из целой стопки яблочек я могу выбрать те три или четыре, которые мне идеально подойдут к блюду. Это приходит с опытом, с практикой. В магазины иногда хожу по необходимости. Чаще мужа отправляю, потому что нет времени. Списочек пишу ему, и он уже знает, что нам нужно. А так, обожаю рынки. Вот везде, где я не бываю, мое качественное знакомство с страной, это всегда через рынок. То есть я прихожу на рынок, я понимаю, о чем это место, о чем эта страна. Что здесь едят люди, чем они взаимодействуют, что они выращивают, что сейчас у них, какой сезон, чего-то там. В общем, у меня они больше раскрываются. Поэтому это, вот если выбирать из трех, это рынки. У вас есть какое-то блюдо, которое вы сами приготовили и выдумали? Да много таких блюд. Я ими делюсь постоянно. Я все время что-то чуть-чуть подправляю. Даже если готовый рецепт, все время чуть-чуть по-своему. Потому что, ну, уже понимаю свойства продукта, уже понимаю, как они себя будут, при какой температуре вести. Это все технологии, которые постоянно меняются. И вот если вы меня спорите, за сколько видов теста я знаю, я вам не отвечу. Потому что каждый раз тесто получается чуть-чуть другим. Это зависит от качества муки, от того, какого размера яйцо, от того, какая температура, от того, какая форма, сколько налили этого теста в противень. Да, столько, либо вот столько. Все это бесконечная химия. Поэтому экспериментировать на кухне – это наслаждение. Каждый раз новый результат, каждый раз что-то интересное получается, можно делать выводы. И главное это все хотя бы как-то записывать, потому что забывается просто. Представьте ситуацию. Вы проснулись ночью и в окне увидели МРО. Что вы будете делать? Сфоткаете? Спрячетесь под одеяло? Или выйдете познакомиться? Выйду познакомиться. От чего? Ну, они же что-то прилетели, хотят что-то узнать. Пусякают меня, узнают. Что же я, хуже, чем другие расскажу, что ли? Мужа, конечно, разбужу, потому что страшно будет. Вместе пойдем. Но пойду знакомиться. От чего? Вдруг таких шансов больше в жизни не будет, я его упущу. И что, потом жалей буду всю жизнь? Не, пойду знакомиться. Вас очень редко можно увидеть в брючном костюме. Вам просто нравится носить платье или это ваш дресс-код? Я все детство проходила в брюках, в спортивных каких-то костюмах. И на самом деле мне комфортно. Мне очень нравятся кроссовки, какие-то штанишки модненькие и так далее. Джинсы, там, спортивное что-то. А если вот нести красоту в мир, то я предпочитаю, конечно, в платьях. Это мое такое убеждение, что ли, что все-таки девочки, их украшают платья, длинные волосы, красивые прически. Поэтому вот стараюсь как-то вот больше к платьям на выход. Это такой дресс-код мой. Скажите, если бы ваше первое блюдо было не украинские галушки, а, например, спагетти, могли бы мы вас увидеть на итальянском телевидении? Ой, итальянское телевидение. Ну, во-первых, на итальянском я не разговариваю. Что бы я тебе спагетти делала? Хотя у моей мамы была такая лапшерезка. Мы делали спагетти сами. Она такая примитивная была. Но все-таки среда и культура семьи нашей страны, она обуславливает некоторые приоритеты. И где я родился, там и пригодился по сути. Возможно, все на самом деле. Ну, вот сложилось так. Галушки, СТБ, все будет доброе, мастер-шеф. И вы передо мной сегодня здесь. Поэтому заблагодарна этим галушкам, что они были в моей жизни. На какой вопрос вы бы хотели ответить, но вам его никто не задает? Ну, знаешь, уже вот с возрастом, там, о смысле жизни. Мне сейчас вот на моем жизненном пути очень важно сделать чуть-чуть больше хорошего. Передать детям, поделиться опытом, чтобы ваша жизнь, она была более яркой, более интересной. более осознанной, чтобы вы не сталкивались с какими-то такими широковатостями, трудностями, которые просто замедляют этот темп, замедляют ритм. И вы могли бы достигать чуть-чуть большего, чем мы. Продолжите предложение. Я готова наступить на свое профессиональное «я» в том случае? Я не готова наступить на свое профессиональное «я». Вы судья, мастер-шеф и мастер-шеф – дети. Всем известно, что с детьми сложно судить. А что с детьми легче делать? Кажется, я ответила. Подурачиться, побеситься, развлекаться – это вот проще всего. Я очень люблю играть с детьми, придумывать какие-то нестандартные ситуации, потому что в нас это уже умирает. Мы уже такие чуть-чуть зашоренные, такие важные иногда, серьезные. Нам очень сложно переключиться на вот эту веселость, детскость, открытость. Поэтому, если бы мне сказали «выбирай, что хочешь», я бы сразу дурачился, играя. И чуть-чуть от вас набраться вот этой вот из детства радости, беззаботности. Когда вы занимаетесь дайвингом, вы смотрите на рыб, как на новое блюдо или просто любуетесь им? Дайвинг – это вдохновение для меня, это погружение, это как медитация. Это спорт, связанный с риском. Нужно быть внимательным ко всем своим ощущениям. То есть, это возможность дотронуться к себе чуть-чуть поближе, потому что мы в суете, в беготне иногда забываем о том, вот нужно себя иногда пощупать. Да, вот я здесь, кто я, где я, зачем я и почему. В дайвинге – это вот ощущение постоянного присутствия тебя в тебе. И источник вдохновения, когда разгружается мозг, нет вот этого постоянного диалога в голове, а вот это, вот это, вот это беспокойства такого нет. То есть, это совершенно другой мир. Поэтому я вам желаю каждому из вас когда-то попробовать, когда-то попробовать увидеть этот мир, эту планету и ее жителей реальных, ну, в большинстве, которые пребывают, и познакомиться с ними. Одесситы гордятся своими животными, кошечками или собаками. А у вас есть домашнее животное? Если нет, то когда будет? У меня есть кот. Это котопес. У меня универсальный случай. Это в кошачьем теле собака. Поэтому я обожаю его. Это член семьи нашей. Мы очень его любим, заботимся о нем. Ему уже 12 лет, он взрослый парень. Но он бодрячком такой держится, скачет еще за птичками, там порядки наводит. Это очень активный пес. Что знаменитый кулинар Татьяна Литвинова любит готовить по утрам, когда нужно что-то проглотить и убежать? Для меня люди делятся на англичан и французов. Те, которые пьют чай и те, которые пьют кофе. Французы, они едят, как правило, кусочек хлеба и кофе. Круассанчик, там что-то у них очень вкусное. Всегда выпечка, всякие бриоши и так далее. А англичане овсянка, что-то такое, бананчик. И я все-таки француженка. Мне кусочек хлеба и кофе – это идеальный завтрак. Это по-быстрому если. Я мечтаю научиться вкусно и хорошо готовить. И для этого купил книжку Эктора. Но там очень сложные рецепты. Я голову ломал, думая, как их приготовить. А в вашей книге рецепты будут такими же сложными или чуть-чуть полегче? И к какому экзотическому блюду мне готовиться? Я не думаю, что это будет книга для детей. Я вам посоветую начинать с простого. С простых каких-то вещей. Хотя бы научитесь готовить то, что ест ваша семья. То, что делает очень хорошо ваша мама, ваша бабушка. Начинать нужно с малого, дробить. И тогда ваш путь к мечте будет реальным. А вас в школе дергали за косы? Ага, и привязывали к стулу. Позволяете ли вы себе громко говорить или, например, торговаться на детском перевозе? Да. Экологи говорят, что наша планета гибнет с каждым днем. А вы верите в светлое будущее нашей планеты? Безусловно, да. Я стал кращим телеведучим международным фестивалем. Для того, чтобы с вами заниматься в программе Майстершаф, мне потребно стать кращим ресторатором, как вы гадаете? Так. Есть ли в Киеве ресторан на ваш вкус, который заслуживает звезды Мишлена? Думаю, да. Есть. Я знаю, что вы пошли на кастинг по совету подруги. Вы всегда готовы выслушать подругу, даже если она к вам придирается? Нет. Вы болеваете за наших волой болистью? Нет. Зараз не слиткую за ними. У вас есть блюдо, которое вы готовили несколько раз, и оно у вас не получалось? Да. Много. Ну, уже получается, как бы, ну, процесс-то был. Бывают ли такие моменты, когда вам хочется участвовать в шоу Мастер Шеф не как судья, а как участник? Да. Представьте, что у вас есть колечко, с помощью которого вы можете видеть, что думают люди на самом деле. Вы не боитесь правды? Вы бы им пользовались? Редко пользовалась бы, да. Почему нет? Вы сказали, что через чаревный стелец вы бы потрепли в будущее. А че поризгнули вы стати первой человек, которая бы потрепла в будущее? Думаю, я этого достойно. Да. Я знаю, че вас мама відрадила від занять в волейболу. Че вважаєте ви це правильною порадую? Так. А ви строгая мама? Мой сын думает, что да. Я думаю, она думает, что я деспот, но на самом деле нет. Дали бы вы своему сыну добрый знак? Да. Если вам сказали спрыгнуть с самолета с парашютом, вы бы спрыгнули? Ну, страшно, конечно, не спрыгнула бы, если бы сказали. Ну, если бы нужно было прям сильно нужно, спрыгнула бы. Представьте ситуацию. Вам дали платье, которое вам не нравится и вообще не подходит. Вы бы его одели в прямой эфир? Ни за что в жизни вешу. Нет, конечно. Знаете, сколько таких ситуаций постоянно бывает? Приносят платье. Нет, я это одевать не буду и все. Никто не имеет права занижать вашу самооценку. Вы угощали мальчика в детстве своими блюдами, чтобы понравиться? Да. Грешна. Пользовалась нещадно этим. Было дело. Были ли у вас моменты, когда вы хотели провалиться под землю? Ага. Вы любили пользоваться косметикой у вашей мамы, когда ее не было дома? Да. А вы не боитесь глубоко в море нырать? Нет, я же из Одессы. Я выросла на море. Я водоплавающий человек. Я очень люблю море. Мне без него плохо. У меня жабры сохнут от них без него. На все вопросы, которые вы вам задавали, вы отвечали правду? Правду и только правду. Куда там еще руку надо положить? Правду и только правду. Настало время определить лучший вопрос сегодняшней встречи. Все вопросы были очень классными. Это честно. Я очень рада, что я познакомилась с каждым из вас. Спасибо вам за ваши вопросы, что вы готовились. Я вижу, что некоторые из вас волновались, не справились со своим волнением. Но я хочу сегодня отметить самого маленького члена этой команды. Я думаю, что это будет справедливо, если такой вот маленький прорыв, да, сегодняшний Еван. Мы оценим все и поаплодируем ей, потому что она большая умница. Я так рада, что я стала победителем. Теперь я всегда буду побеждать. На самом деле очень яркая встреча, очень позитивные эмоции. Татьяна очень глубокие ответы на некоторые вопросы давала, и это очень порадовало. Для меня это будет опыт, и я извлеку для себя много полезного из этой встречи. Я услышала много хороших советов от Татьяны Литвиновой. Еще я поняла, что всегда надо делать добрые дела. И в этой программе она нас научила, что нужно добиваться своей цели, несмотря на что. Мы все очень были готовы к этой встрече, все очень сильно готовились, и мы открылись ей. Это было главное, она открылась нам, и это были, безусловно, очень хорошие впечатления. И было очень интересно, серьезно. Татьяна очень нам раскрылась, рассказала разные ответы на все каверзные вопросы, и мне кажется, что мы хорошо справились. Ой, такого интересного интервью у меня в жизни еще никогда не было. Спасибо большое всем, кто пришел сегодня сюда за ваши интересные вопросы, и вообще за то, что вы такие крутые, вы такие классные. И я уверена, что Украину ждет большое, светлое и прекрасное будущее с такими детьми, которыми я сегодня познакомилась. И вообще, ВСЛК-ТВ – это очень-очень круто. Вы на общественном детском интернет-телевидении ВСЛК-ТВ. Здесь и увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok